В приоритете экологическая безопасность республики в Чувашии началась реализация масштабного проекта утилизации и переработки бытовых отходов. В скором времени мусорные свалки уступят место современным высокотехнологичным предприятиям, которые будут соответствовать самым высоким стандартам экологии. Мусороперерабатывающие комплексы сегодня успешно решают экологические проблемы во всех развитых странах мира. Заработал такой и в Поволжье в Саратовской области. На его открытии побывала делегация Чувашии, чтобы перенять опыт реализации проекта в нашем регионе. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Полигон ТБО этому городу и действительно был необходим. Мусорная свалка на окраине Энгельса уже достигает высоты пятиэтажного дома. Теперь утилизировать отходы здесь будут с инновационным подходом. К примеру, такие роторы могут раздробить в мелкие щепки даже крупногабаритную мебель. Перед тем, как попасть на сортировочную ленту, мусор взвешивают, специальные датчики определяют его вид. Учет отходов здесь ведется постоянно. Отдельно бумага, отдельно стекло, пластик и металл. В этом комплексе работают сразу четыре ленты. После сортировки из отходов получаются вот такие брикеты. А здесь из мусора даже создают биокомпост. Это сырье подходит идеально для рекультивации земель. Ну а примерно 15% уже переработанного мусора может сгодиться и для отрасли сельского хозяйства. Уже очищенный от примесей компост является хорошим удобрением, которое содержит в себе большое количество минеральных и органических веществ. На этом полигоне возможно сортировать более 100 тысяч тонн отходов в год. Он способен заменить более 300 свалок. Брикеты переработанного мусора потом складируют на специальные карты. Под ними уложены слои глины, грунта, а также геомембрана. Продумана здесь и дренажная система. Вода стоит и отсюда, значит, это самый лучший показатель, что в почву, в землю не ходит никаких вредоносных, грубо говоря, фильтрат, вредоносных носителей. Сейчас заполняется первая рабочая карта, потом заполняется вторая рабочая карта, потом заполняется перешейк между ними. И происходит консервация, то есть рекультивация, которая подразумевает покрытие плодородным слоем земли и высаживание зеленых насаждений. И та культура, которая, наверное, вот с этого центра, куда будут поступать все отходы ТБО, культура будет распространяться по всей области. Мы ранее могли обсуждать только теоретически, что есть такие комплексы где-то у нас в стране, которые можно тоже по пальцам было пересчитать. А сегодня мы очень гордо можем сказать, что мы вместе сумели все-таки реализовать тот проект, впервые для нас такой масштабный проект в этой части. Чувашская делегация прибыла в Саратов не только за опытом, но и чтобы оценить работу подрядчиков. В республике тоже начали создавать современную систему переработки и утилизации ТБО. В прошлом году глава региона Михаил Игнатьев также подписал соглашение с Обществом управления отходами. Работы уже начались. И глава республики ставит задачу запустить полигон в этом году. Посмотрели технологию, для себя приняли кое-какие моменты, которые нужно будет учесть в дальнейшем при реализации строительства. Есть масса моментов, которые нужно внедрять, изучать, что-то поменять. И мы уже услышали признание в тех ошибках, которые были совершены здесь при проектировании реализации. Которые бы способствовали улучшению качества работ. Наш консессионер способен комплекс реализовать в кратчайшие сроки. В Чебоксарах создается сортировочный комплекс фактически. И в Новочебоксарске создается сортировочный комплекс, но уже на полигоне, который будет обслуживать Новочебоксарск и все прилегающие муниципальные районы. Задел на возможность эксплуатации такого объекта и закрытие всех потребностей республики, причем очень надолгое время, он уже создан. Кабинет министров, когда принимал решение о такой конфигурации объекта, смотрели далеко вперед. В Чувашской республике уже давно назрела необходимость строительства таких современных полигонов. Достойный инвестор появился. Проект реализуется по плану. И он обеспечит экологически чистое размещение практически 80% отходов образующих Чувашской республики. Обслуживать будет около 50% населения всей республики. Это город Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский район. Но и по посланию главы Чувашской республики поставлена задача также разместить на новом полигоне отходы Канаша и Канашского района. Это выполнимо, это реально. С начала следующего года в России изобретят складировать отходы, которые не прошли предварительную обработку. Пока такие объекты появились только в Нижегородской и Саратовской областях на очереди Чувашской республика. Здесь появится такой же полигон. После его открытия решится и проблема с пектуринской свалкой. Уже очевидно, что времена стихийных свалок уходят в прошлое. В подобных проектах сейчас заинтересованы все регионы. В Чебоксарах современный полигон ТБО по самым оптимистичным прогнозам должен открыться уже в конце этого года. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика из Саратовской области.